о да наконец-то это совершилось нам анонсировали новый battlefield и более того показали геймплейные кадры заядлые battlefield и давно уже ждут этого с нетерпением потому что пятая батла одна из самых неудачных battlefield of надоело всем и проводить в ней долго времени никому не нравится и некоторые начали возвращаться уже в 4 даже в 3 battlefield и тут же реанимировали мод vines unleashed я конечно понимаю что последние две батлы заставили нас очень очень много потерпеть но несмотря на это я не разделяю общего восторга который сейчас преследует всю аудиторию battlefield и даже не профильных каналов ура нам показали что-то невообразимое и все так далее по списку и по тексту что же на самом деле нам показали нам показали качественный трейлер до после 3 части battlefield electronic arts преуспели в создании трейлеров четверка hardline были так себе но вот копейка каждый трейлер заставлял вас хотеть эту игру и заставлял вас хотеть кидать деньги в монитор найти заберите только дайте мне это обратно и чего стоил анонс нового дополнения копейки но по факту все оказывалось не настолько красивым лучезарным как было в трейлерах то же самое было из 5 батлой и трейлер был невообразимо крут да там были раскраски протезы это сразу всем не зашло начались халивар но сам-то трейлер режиссура постановка музон просто отвал башки но по факту что мы получили ну такое себе вы сами знаете что мы получили сейчас же история повторяется нам показывают офигенный трейлер он очень красиво поставлен хорошая музыка срежиссирован вообще дай бог но он ни о чем нам не говорит да нам после показали геймплейный трейлер ну который тоже выглядит при рендерном на движке игры и более того вы видели в этом трейлере чтоб персонаж стрелял да там есть пару раз и я когда смотрел трейлер я думаю ну когда же ты начнешь стрелять нет персонаж просто бегает как камера от первого лица лишь показывает то что происходит вокруг него да красивые кадры где танк сбивает вертолет да красивые кадры где квадроцикл отправляют на вертолет c4 он взрывается до рендезуку много фан-сервиса на самом деле который появился в игре где-то со времен третьей батлы и который сейчас переносит в новую как основу механик но не более того стрельбы адекватные передвижения персонажа мы не увидели в трейлере видно сразу что он бежит с лишней раскачкой так бегать в игре в геймплее он не будет в трейлере видно что графика очень причесанная и прилизанная так она не будет выглядеть ни на мощном пока не тем уж более на консолях прошлого поколения и по большей части electronic cards играет лишь на нашей ностальгии давая нам то что нам хочется видеть и слышать показывая каналы показывая возможность вызывать технику в любой момент хотя непонятно как это будет отбалансировано показывает то недалекое будущее которое мы все так давно ждали видео уже устали от копейки от пятерки это тот период когда не было нормальной модификации оружия и в том числе кастомизации когда эта кастомизация немного выбивается из атмосферы или исторической ценности игры также показывает то что мы так давно хотели это возможность модифицировать оружие на лету потому что когда ты играешь только в тим дес матч например на маленькой карте ты заточил оружие под короткие дистанции и тебе хорошо или когда ты играешь только на конквесте ты заточил оружие под дальней дистанции но как быть с теми картами где ты играешь смешанном режиме шанхай например в четвертой баттле подразумевал не только стрельбу на дальней дистанции но и close quarters когда вы забегали например в небоскреб и поэтому каждый раз менять класс персонажа или менять у него оружие было не очень-то удобно то что сделали сейчас это то чего мы так давно хотели ждали долю скепсиса во мне также вызывает это что выбрали совсем не очень удачную часть для ну назовем это так ремейка 2142 эта матла которая не сыскала популярности давние фанаты играют по сей день но момент выхода она была так себе и сегодня battlefield 2042 это в принципе идейный продолжатель того что там было нам показывают какие-то невообразимые леволюшены типа шторма типа взлета ракеты типа прорыва какой-нибудь дамбы но скажите пожалуйста кому это было нужно в четвертой баттле скорее всего когда вы играли на конквесте во столько бесило когда приходил леволюшены который мешал соревновательному духу игры тот шторм который вдруг внезапно появлялся мешал абсолютно вам нормально играть компетитер то песчаная буря которая появлялась на картах в четверке тоже мешал вам играть то что они показывают это прикольно лишь для синглплеерной игры но когда вы будете играть компетитив тимдос матч или компетитив конквест это будет раздражать и тем более они говорят что шторм будет работать рандомно его нельзя будет предсказать и тем более вы можете представить себе ситуацию когда вы играете на каком-нибудь bnl тащите катку и вдруг приходит шторм и то что вы затащили тот скажем так ту фору которую вы получили для победы над противником вы просто можете потерять в один момент если шторм начнется на вашей стороне поэтому это все очень спорные моменты которые не очень-то на самом деле и интересно как для хардкорного игрока в игре появятся специалисты скорее всего платный боевой пропуск это то о чем я говорил еще по моему со времен выхода пятерки я говорил что игре нужна нормальная монетизация только тогда в ней появятся классные скины как в call of duty только тогда мне появится нормальный прогресс как в call of duty опять же и проще всего действительно было взять эту систему боевого пропуска слезать с десами из call of duty установить свою игру и чтобы был стимул разработчика делать качественные красивые скины и модификации оружия сожалению на тот момент я услышал свой адрес большой шквал критики да нет такого быть не может только не в нашей родимой батле которая никогда не сыщет такой популярности как донатная помойка я скажу сразу я это не одобряю и я сам воспринимаю это все за донатную помойку и драчильно потому что вам будет приходиться если вы не хотите донатить выдрачивать боевой пропуск но к сожалению таковы реалии жизни чтобы проект нормально существовал был окупаем и приносил вам много контента и разработчикам деньги по-другому никак боевой пропуск очень хорошо показал себя в новой колде и более того destiny 2 вообще теперь существует практически бесплатно для многих потому что в ней система боевого пропуска которая позволяет с тех лояльных игроков которые любят играть в этот проект которые отдают дань уважения разработчикам заплатить несколько раз и при этом получить свои плюшки бонусы я точно так же как и вы очень жду новый battlefield и точно так же как и вы очень переживаю за его судьбу потому что на текущий момент мне приходится играть в старую колду ww и в новый black ops который не очень мне на самом то деле зашел к сожалению связи с тем что я приобрел playstation на ней нету модерн ворфой и заморачиваться там с аккаунтом со всякими этими бубнами я не хочу и поэтому поиграть в нее мне не предоставляется сейчас возможно и мне очень хотелось бы разбавить свои вечера когда я устал после работы именно той игрой в которую мне хотелось бы играть я очень надеюсь что это будет новый battlefield но в то же время я не жду от него многого потому что чем больше вы будете от него ждать если он вдруг не оправдает ваши ожидания тем больше вы разочаруетесь на этом все всем хорошего дня до скорой встречи и пока ребята а